Если человеку, страдающему бредовым расстройством, вы предоставите какие-то аргументы, которые опровергают сформировавшееся у него бредовое убеждение, то он воспринятую от вас информацию так трансформирует в своей голове, что то, что вы сказали, будет лишь подтверждать и укреплять уже сформировавшуюся у него бредовую идею. В данном случае человек как бы сливается со своей мыслью и не может от нее дистанцироваться и посмотреть на свое же мышление со стороны. Он постоянно думает об одном и том же, настолько он охвачен своей бредовой идеей. Любую тему, любой разговор он свернет в нужное для себя русло, будет говорить только об одном и том же и так далее. И в этом видео мы продолжим говорить про бред, про бредовое расстройство. Но сегодня мы проведем некую параллель с невротическим расстройством. В частности, мы сейчас скажем, что у меня есть какие-то установки и убеждения, у каждого человека так. И это запускает определенное мое поведение, способ взаимодействия с внешним миром. Да и с внутренним, в принципе, да. И есть в психиатрии такое понятие, как бредовое поведение. То есть просто поведение, да, и есть бредовое поведение. Какие-то бредовые идеи запускают соответствующее бредовое поведение. Скажем, в частности, при паранояльном бреде. Если я охвачен идеей, что убеждением, да, я просто в этом уверен, за мной следят, организована слежка и так далее. Как я буду себя вести? Какое у меня будет поведение соответствующее, да? Можно что делать? Переезжать из города в город. Постоянно менять квартиры, постоянная смена жилья, вот место жительства и так далее. Или же, допустим, у человека есть ипохондрический бред. Он охвачен идеей какого-то заболевания. Что вот у меня есть определенное соматическое заболевание. Что он будет делать? Он будет ходить по всем врачам. И, скорее всего, здесь он действительно переберет всех врачей. Потому что он к одному врачу пришел, ему сказали, у вас ничего нет. Ага, значит, врач некомпетентен, да? К другому, к следующему и так далее. Опять врач чего-то не увидел, опять какая-то не та диагностика. Переберет всех врачей. Поменяет все клиники. Отправится даже лечиться за рубеж. Все сделает, лишь бы только вылечили. Он ведь в этом уверен, он ведь в этом убежден. И есть между невротической структурой и психотической структурой общее и есть различие. Фундамент, друзья, будет один и тот же. И мы скажем о том, что психотик имеет те же проблемы, что невротик, но в более отягощенном варианте. К чему так? С чего бы? Давайте рассуждать. У невротика есть свои какие-то своеобразные глубинные убеждения, что я плохой, я беспомощный, например, что я неудачник, никто меня не любит и не полюбит, меня обязательно отвергнут. Да, вот все в этом духе. Убеждения относительно мира или относительно себя. И вот эти глубинные убеждения или глубинные установки – это родительские установки, которые теперь находятся внутри меня и звучат в моей голове. Это то, что человек воспринял от родителей. Теперь он относится к себе так, как к нему раньше относились значимые другие. В первую очередь, конечно же, родители. Но это в первую очередь. Понятное дело, что есть и другие люди. Но более все-таки весомую роль в нашей жизни играют наши родители, наша вот семья. Ребенок не может родиться с готовым отношением к себе. А дай-ка я буду чувствовать себя звездой, а дай-ка я нет, буду чувствовать себя неудачником. Нет, ребенок не рождается вот с такой готовой программой. Он… Есть механизм интериоризации. Психика развивается извне вовнутрь. Он воспринимает мнение родителей, фантазии родителей, которые есть, то, что есть в голове у родителей, какие-то установки, все то, что родитель ему транслирует. И отношение к себе – это то, что он воспринял, то отношение, которое он воспринял от родителей. Вот те установки, которые он воспринял от родителей в процессе своего развития, воспитания. Допустим, скажем, что кто-то может сказать, что… Ну, например, у невротика есть… Невротик занимается должностованием, его мучает оценочная зависимость, у него могут быть нарциссические установки, что я плохой, я недостаточно хороший и так далее. И все это – родительский голос, который звучит в моей голове. Это родительские голоса. Я беспомощен, я неудачник, ни за какое дело лучше не браться, ничего у меня не получится. Это те установки, которые он воспринял в ходе своего личностного развития, в тот момент, когда сама личность формировалась. И это, например, родительское обесценивание. Родитель обесценивал, теперь невротик делает это сам. А теперь уже родитель не нужен, он прекрасно с этой задачей сам справляется. То есть вот извне вовнутрь. И у невротика, получается, про что мы сейчас сказали? Что тоже есть какие-то голоса в голове, мнение родителей на его счет. В случае с психотической структурой это будет та же проблема, но она вышла на более колоссальный, на более значимый, выраженный, осязаемый уровень. То, что для невротика, вот эти вот родительские голоса в его голове, для невротика являются метафорой, для психотика это часть его реальности. Голоса в голове. Или даже здесь можно вдогонку сказать, что для психотика это будет буквально голос в его голове. У меня есть видео на канале про особенность мышления психотика. Там уже больше такой психоаналитический взгляд. Но тоже про это символическое равенство можете посмотреть. И голоса в голове психотика, они что делают? Они выполняют ту же самую функцию, по сути. Они ругают, критикуют, унижают, оскорбляют. Они точно так же, как родители, обесценивают. Вот она, интериоризация родительского голоса, который есть, повторюсь, и у невротика, и у психотика, но разный масштаб вот этой вот проблемы. У Крепелина есть такое понятие, как потребность в бреде. Как будто бы человек больной не может не бредить. Бред зачем-то психике нужен, выполняет какую-то функцию. И если у психики есть бред, то зачем-то психика с какой-то целью этот бред создала. Опять-таки, у того же невротика, если же у меня есть глубинное убеждение, что мир враждебен, опять это запускает, как уже помните, я говорила про бредовое поведение, опять моя установка запускает моё определённое поведение, способ взаимодействия с миром. И если у меня есть стойкое убеждение, что мир враждебен, я буду очень осторожным человеком, я буду подозрительной личностью, я не буду доверять, я буду чего-то избегать, фильтровать своё окружение. У меня будут определённые правила жизни. И я буду вести себя таким образом, что я действительно в итоге получу плохое отношение к себе. Как говорит Игнатий Владимирович Журавлёв, а это видео основано на курсе «Психиатрия для психологов», это и есть невротический порочный круг. В итоге, определённым образом взаимодействуя с миром, я получаю от внешнего мира подкрепление своей же дисфункциональной установки. И она становится всё крепче и крепче. Например, глубинное убеждение тревожной личности в том, что меня непременно отвергнут. Как человек будет себя вести, как он будет себя подавать, что он миру будет транслировать. Он будет зажиматься, соглашаться, подстраиваться, чувствовать и, соответственно, вести себя жертвой, демонстрировать поведение слабого человека и как к нему будут относиться. Например, лектор приводил вот такую иллюстрацию. Человек стоит, жмётся перед дверью, не может просто какую-то дверь, кому-то надо зайти, просто открыть, просто зайти. Он очень боится, не может это всё сделать. И что этому человеку скажут? Закройте дверь с другой стороны. Его действительно отвергнут. Он так боялся отвержения, но он так выстроил своё поведение, что действительно отвержение получил. Кто-то там стоит, да? Не мешайтесь тут. Закройте дверь с той стороны. Цикл следующий. Установка. Определяет моё поведение. Первая установка, второе поведение. И третья, я получаю подкрепление. Вот он невротический порочный круг. Установка или убеждение так глубинное. Моё поведение. И я подкрепляю своё же мышление, своё же мнение. У невротика есть вот эта вот невротическая потребность подкреплять свои же дисфункциональные, некорректные, неправильные убеждения. И то же самое есть на уровне психоза, но в более масштабной форме. То, что для невротика является, допустим, самообесцениванием. В случае с психотиком это будут ругающие голоса в его голове. Видите, смысл один и тот же. И там я сам себя ругаю. Сам стою на своём же пути каких-то изменений позитивных. И тут то же самое. Но для невротика это вот самообесценивание, а в случае психотика действительно слышу голоса во своей голове. У Майкла Гаррета есть публикации касаемо психотерапии бреда. И опять-таки я с этим могу с вами поделиться. Как выстраивается психотерапия бреда? Вначале нужно воспринимать какую-то проблему, симптом. Ну пусть действительно голоса в голове. Пусть в начале некая проблема будет локализована вовне, во внешнем мире, вне моего «я». Да, действительно, соглашаемся. Человек говорит, меня преследуют, меня ненавидят, мне изменяют, у меня тяжёлая соматическая болезнь. Мы соглашаемся, терапевт соглашается. Но понятное дело, что всё это постепенно. А затем давай поговорим о том, что, вероятно, ты уязвим к чему-то, что нечто ты болезненно воспринимаешь, что ты сам к чему-то уязвим. Ведь на одно и то же внешнее событие, на одно и то же внешнее воздействие, на одно и то же внешнее влияние. Разные люди будут по-разному реагировать. Кто-то вот так отреагирует, кто-то так. Ты реагируешь вот так вот. И это вот Игнатий Владимирович говорит, и вот Майкл Гарретт. Но у Ларисы Ивановны Фусу, казалось бы, разные направления. Но, в принципе, суть та же. Вероятно, вы чувствительны к чему-то. Вот такую вот интервенцию тоже и психоаналитик, психоаналитический терапевт может произвести. Вы чувствительны к чему-то, что ты болезненно на что-то реагируешь, что в тебе есть уязвимость к какому-либо внешнему влиянию. И тогда уже постепенно путь извне вовнутрь сделать так, чтобы проблема уже была лекализована внутри. Это у тебя есть какие-то когнитивные искажения, преформирующие оценку внешних событий. И вот в видео, которое до этого было опубликовано, давайте немножечко к нему. Там всё про начальника говорилось, который стремится уволить кого-то. Начальник уже здесь ни при чём. Он шёл по коридору, он озадачен своими делами, у него свои мысли, у него свои проблемы, то, что с начальником происходит. Он о чём-то своём думал. А вот то, что он с тобой не поздоровался, ты воспринял как угрозу в свой адрес. То есть вначале соглашаемся, да, и вот постепенно идём извне вовнутрь, к своему собственному внутреннему миру. Признать и понять, что какая-то проблема, какой-то симптом, пусть даже вот те же голоса в голове, выступает в качестве символического отображения собственной эмоциональной жизни пациента. Что вот эти ругающие голоса — это символ негативного отношения к себе, которое было воспринято, как уже, да, я говорила, в ходе личностного становления, в личностного развития, извне было воспринято, извне вот это негативное отношение. А иначе, если так не делать, то будет бесконечно, вот как уже говорилось в предыдущем видео, будет бесконечный процесс отчуждения. То, что в норме я принимаю и воспринимаю как своё собственное, будет восприниматься как нечто чужое. Это не моя внутренняя речь, это голоса в моей голове. И как будто бы бесконечно я своё собственное кому-то отдаю и бесконечно свою собственную на продукцию, да, теряю. У психотика, в отличие от невротика, есть размытость границ между я и не я. Размыта граница между я и не я, она весьма слабая и происходит путаница между я и не я. Внешнее становится внутренним и наоборот внутреннее перепутывается и обозначается как внешнее и так далее. «Свое я обозначаю чужим, чужое становится моим». Психотик, например, скажет, что «я мысленно управляю всеми событиями, весь мир и поступки других людей подчиняются моей воле». Вот такая вот путница «я-не-я». И скажем про структурные вариации бреда, бредового расстройства. Первое – это несистематизированный бред, он же чувственный, образный, параноидный. Что здесь? Здесь не будет цепочки умосоключений, нет интерпретации. Как правило, это характерно для острого психоза, острого вот такого психотического расстройства. То есть, вот прям так и понимать, нет цепочки интерпретаций, нет объяснения. Больной не скажет, что вот это вот событие произошло потому-то. Не скажет, почему что-то произошло. Нет умозаключений, нет какого-то толкования, интерпретаций. И в основном это будут три группы расстройств. Первое – это бред значения. Кажется, что события наделены особым значением, особым смыслом, о чем-то свидетельствуют, о чем-то таком тайном интересном говорят. Вот на курсе приводился такой пример. Пример психиатра Снежневского. Допустим, человек идет и видит на дороге большую яму. Вот шел-шел и наткнулся на яму. В случае, если же больной страдает систематизированным бредом, он какой вывод сформирует? Что он скажет? Ага, яму вырыли мои враги. Он даст толкование, объяснение. Яма здесь, потому что меня хотят убить. Потому что... Вот. В случае, если же у человека не систематизированный бред, и в данном случае его разновидность, бред значения, он что скажет? Он скажет, что яма обозначает могилу. Значение. У ямы есть значение могилы. И вот яма на дороге является символом того... Ну, конечно, не так скажешь, но это я просто доношу, да? Что яма на дороге является символом моей скорой погибели. Я скоро умру. Вещь в данном случае наделяется особым значением. Искажается предметное значение. В яме он видит могилу. Больной устанавливает связи с непосредственной очевидностью. И то, что он говорит, как будто бы не требует каких-то доказательств. Вот прям искажение формы восприятия. Вот чувственный бред, да? Трансформировалось, исказилось предметное значение ямы, как будто бы предметное значение ямы и могилы одно и то же. Ямы и могилы одно и то же. Вот есть предзначение, да, относящиеся к несистематизированному. Есть еще следующее. Это бред инсценировки. Тут так интересно. Кажется, что передо мной что-то разыгрывается. Передо мной какая-то сцена. Люди играют свои роли, а не актеры. Я... То, что я вижу, это словно я нахожусь в театре и смотрю представление, спектакль. Или словно я смотрю кинофильм, вот что-то разыгрывается, что-то для меня разыгрывается, мне что-то показывают, мне что-то показывают люди как марионетки. Вот такое вот бредовое восприятие, бред инсценировки. И третий – это бред интерметаморфозы, бред перевоплощения. Здесь происходит трансформация образа мира и образа людей. Допустим, комната, ну хотя сейчас на кухне, ну ладно, кухня трансформировалась. Она... это уже другое помещение. Оно перевернуто вверх ногами. Обстановка меняется до неузнаваемости. То есть в основном в случае с несистематизированным, чувственным, образным бредом – это вот особое бредовое восприятие. Вторая вариация бреда – это вот систематизированный бред, он же интерпретативный, будет интерпретация каких-то событий, бред толкования, будет толкование, да, объяснение, ответ на вопрос «почему?» или же паранояльный бред. У человека, у больного есть развернутая система масштабных умозаключений. Он всё вам расскажет. Он ответит на вопрос «что?», «где?», «когда?». Он даст объяснение, он знает, что произошло, зачем, почему так происходит. Он даст различные объяснения. Не будет расстройства чувствительности, чувственности, да, будет вот патологические умозаключения. Это не характерно для острого расстройства. Это будет в основном тогда уже хроническое, не острое расстройство, да. Оно постепенно разворачивается, постепенно формируется. Но там ещё есть, конечно, момент распада вот такой вот бредовой системы, да. То есть здесь в основном патологическое мышление. В первом случае патологическое восприятие, да, здесь вот прям патологическое мышление больше развито. Систематизированный бред, бред толкования. И третья разновидность – это промежуточный вариант, названный в честь французского психиатра. Это бредовое восприятие, расстройство восприятия дюпре. Бред воображения дюпре. Я не сказала восприятие, бред воображения дюпре. Здесь это расстройство основано на патологических фантазиях. У человека есть некое болезненное воображение. Оно возникает у лиц, у которых есть предрасположенность к лжи и выдумкам. Как же это называлось? Мифоманическая конституция. По-моему, так, мифоманическая конституция, если не ошибаюсь. То есть я сейчас поправлюсь, да. Третье, первое – это у нас про восприятие. Второе – в основном про мышление. А третье – про расстройство воображения, бред воображения. Спасибо.